Добрый день, дорогие друзья! Это опять ток-шоу «Кусочек правды». Я ее ведущий Андрю Саффинас чуть не забыл своего имени. И сегодня у меня в гостях вдова Александра Литвиненко, госпожа Марина Литвиненко. Добрый день, Марина. Здравствуйте. Марина Литвиненко – общественный деятель, вдова бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. В 2000 году вместе с мужем и сыном бежала из России в Великобританию. Причиной послужили расследование Александра Литвиненко преступной деятельности высшего офицерского состава ФСБ. В 2006 году в Лондоне Александр умер от отравления полонин-210. После его смерти Марина инициировала расследование обстоятельств гибели супруга. Также она автор двух книг, посвященных этим событиям. На данный момент по-прежнему проживает в Лондоне. Как вы желаете? Спасибо. Особенно после второго дня здесь, в Ракая, очень даже хорошо. Как вы находите вот эти формы? Потому что мы, опять же, снимаем. Мы будем говорить, конечно, на другие темы, но все равно это интересно. Когда собирается российская оппозиция, демократическая оппозиция, вы видите смысл в таких вот собраниях? Особенно, когда они происходят, ну скажем так, как это сейчас модно говорить, в фашистской Литве. Я второй раз на российском форуме здесь, в Ракая, и могу сказать, что это очень важное мероприятие и очень необходимое. Необходимое для вас, необходимое для российской оппозиции, необходимое для людей, живущих по разным обстоятельствам за пределами России. И мне показалось, что в этот раз диалоги, монологи и дискуссии были очень искренние и даже иногда чересчур эмоциональные. Но это очень правильно. Это говорит о том, что у всех это наболело. И с какими-то выступлениями можно согласиться, с какими-то, может быть, нет. Но это опять, это очень важно, что площадка дается всем для этих высказываний. И как раз вам, со стороны, это тоже очень важно видеть и понимать, что происходит в России, когда говорят об этом люди, приехавшие из России. И что об этом говорят люди, которые вынуждены жить за границей, но пытаются что-то сделать для России. И то, что вы являетесь вот в какой-то степени модераторами этих встреч, это ставит вас в очень такую серьезную позицию. Марина, а что говорит, по вашему мнению, этот факт, что в этом форуме участие принимает и Ходорковский, и Касьянов, и Каспаров, у которого есть, скажем так, другое мероприятие. Они уже приехали в одно место в одно время. Обычно говорят, что у российской оппозиции очень серьезная проблема неумения договариваться. И это всегда ставится как серьезный факт, почему российская оппозиция проигрывает. На мой взгляд, опять, я же не политик, но я считаю, что выступать единым фронтом надо, но это не значит, что все должны выбирать какого-то одного общего кандидата или создавать какую-то одну единую партию. Это неправильно, потому что то, что вы сказали, три различных лидера имеют свои позиции, имеют людей, которые их поддерживают. Но то, что они собрались вместе здесь на форуме, говорит о том, что наступает необходимость людей с разными представлениями даже о том, как должно поменяться сегодняшнее положение в России, что они все-таки начинают разговаривать. И для других людей, которые пришли их слушать, можно сразу же сопоставить, кто что говорит, не из старых рук, не из третьих каких-то, не из источников, а здесь сейчас понять, о чем люди говорят и принять ту или иную позицию. Марина, прошло уже почти 12 лет со временем убийства вашего мужа. Зажили раны или они вообще не могут заживать? Раны не могут заживать, особенно когда потеря близкого, любимого человека происходит таким образом. Потом я согласилась даже с тем, что эти раны не будут заживать, потому что все эти 12 лет я веду достаточно активную позицию, придерживаюсь активной позиции. Я не отказываюсь давать интервью, участвовать в каких-то документальных проектах, потому что сохранение памяти Саши, это, я думаю, самое главное, что я могла бы для него сделать. Есть вариант, чтобы вы могли спокойно слушать и реагировать на такие фамилии, как Луговой, как Ковтун, Патрушев, ну и, конечно, самый? Ну, я могу сказать, что это не вызывает у меня, может быть, какую-то истерику, но спокойно относиться к этому очень сложно, потому что я понимаю, это не только моя личная история, и просто она более громкая. А какое количество людей, которых мы не знаем, и которые точно так же не могут спокойно слышать фамилии Путин, Патрушев и через запятую дальше? Совсем недавно в этом страшном сериале мы получили новую серию, имея в виду дело Скрипаля и Солсбери. Как вы это видите? Ну, во-первых, моя первая реакция была, конечно, шок, потому что то, что я увидела, это картинка людей, одетых в спецкостюмы, и она меня вернула назад в 2006 год. Но после 2006 года был 2016, когда мы получили репорт, так называемый, публичных слушаний, где чермен, председатель, сэр Роберт Оуэн указал очень серьезные факты, что за убийство моего мужа стоит российское государство, что два российских агента Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун действительно убивали моего мужа, и что это произошло по очень высокой вероятности согласия Владимира Путина, президента России, и директора ФСБ Николая Патрушева. Я цитирую, я не говорю свое субъективное мнение, я цитирую доклад сэра Роберта Оуэна. И после этого, когда состоялась встреча с министром внутренних дел на тот момент Терезой Мэй, где она выразила мне свою поддержку и даже в какой-то степени одобрение моими действиями, она сказала, что мы сделаем все, чтобы подобный криминал, чтобы подобные случаи в Англии никогда не повторились. И это наше право защитить наших граждан от такого криминала. И через два года происходит что-то подобное. Значит, что-то не было сделано, значит, не до конца понято, что действительно существует угроза людям, которым вы предоставляете убежище. В данном случае Саша получил политическое убежище и стал гражданином Англии буквально за несколько недель до отравления. Скрипаль получил тоже место проживания и убежище. И эти два российских граждана, в итоге один оказался убит, второй был отравлен. Значит, что-то не было сделано и доведено до конца. И после дела Скрипаля я вижу, что отношение действительно к этому стало другое. И не потому, что это Скрипаль, а потому, что было дело Литвиненко. И то, что сейчас произошло со Скрипалями, оно уже имело подготовленную почву. Людям не пришлось ждать начала следствия, как нам пришлось ждать. Не надо было ждать реакции правительства. Не надо было ждать международной поддержки. То, что случилось с высылкой дипломатов. В этом смысле это двоякое чувство. С одной стороны, это же все-таки опять случилось, и это плохо. А с другой, то, что была совершенно другая реакция. Хотя бы сейчас и поздно, но выводы начинаются. Россия всеми способами пытается отрекнуться от дела Скрипаля. И вот когда Юлия сделала свое первое публичное выступление, сразу МИД России сказал, что ей кто-то написал текст, переведенный с английского на русский. И когда вы смотрите на реакцию российского правительства, есть ли хоть малейшая, маленькая йота такая, что они не причастны? Ну, я думаю, что люди особенно внимательные, если посмотрят все заявления представителей российского правительства, начиная с министра иностранных дел, представителя МИДа Марии Захаровой, то видно, как они скачут от одной версии к другой. Если человек говорит правду, он придерживается все время одной и той же версии. Здесь каждый раз выдвигались всевозможные какие-то предположения от того, что это сделали сами англичане, что их вообще куда-то спрятали, что вообще... Ну, опять же, это очень нужно долго и много перечислять. Я недавно приехала из Вашингтона, где мне удалось посетить музей шпионов, очень знаменитый. И там много маек, таких футболок, можно купить с таким очень специальным слоганом. Deny everything. Я думаю, что это как раз девиз и российского правительства, и Министерства иностранных дел. Чтобы вам не говорили, отрицайте все. И они так продолжают это делать. И даже то, что они сейчас заявляют о кооперации, что они хотят помочь в следствии, а почему же вы с самого начала это не предложили? Марина, в эти 12 лет вы живете достаточно, скажем так, публичную жизнь, вы раздержаете по всему миру. Были ли варианты или случаи, чтобы вы себя чувствовали небезопасно? Знаете, я уже научилась отвечать на этот вопрос. Вот до того, как вы мне его задали, я себя чувствовала в безопасности. А теперь я начинаю задумываться, а может мне действительно что-то угрожает. Нет, я шучу. На самом деле нет. То есть у меня не было такой необходимости какой-то повышенной безопасности, чтобы меня огружали полицейские. Как я, например, знаю, что приходится людям, проживающим в Лондоне, прибегать к такой очень серьезной security. Но я знаю, что у меня есть прямой контакт с полицией. И если я почувствую что-то не так, я всегда могу соединиться, и это не будет ответ. Ну, вас же пока не убивают, подождите. Мы знаем критику в отношении полиции. Ну, что вы жалуетесь, вас же еще пока не убили. В моем случае, конечно, такое не произойдет. А в остальном вот пока не было такого ощущения, что мне что-то угрожает. Но, конечно же, за все это время я не была в России. И каждый раз, когда у меня вдруг возникает такая мысль, ну, не потому что я соскучилась по стране, а просто у меня живет мама в России, и она сама уже не может никуда ездить, и только я могу туда поехать, то, конечно, в основном мне все говорят, даже не думай об этом. А вы соскучились по России? Или по маме все же больше? Нет, конечно, по маме, да, по маме, и там по друзьям, которых я не видела очень давно. Ну, каких-то друзей я, конечно, могу видеть и в Англии, и приезжая сюда, но в большей степени это люди. Сама страна? Вы понимаете, так получилось, что так как мы уехали, то мы были, не то что мы уехали из страны по собственному желанию, у нас не было выбора. И Сашина решение нас увезти оттуда, это было действительно решение нас спасти. Потому что на тот момент, уже в 2000 году, угрозы были не в его адрес, не только то, что его посадят в тюрьму. Я хочу напомнить, что то, что мы сейчас услышали, и путинский режим называется бандой, организованной преступной организацией, Саша озвучил в 1998 году об этом. Мы надеемся, что ФСБ России найдет себе смелость очиститься от тех лиц, которые, прорвавшись на генеральские должности, и олицетворяя государственную безопасность, сабботируют демократические завоевания последних лет и извращают конституционное предназначение ФСБ, злоупотребляя при этом служебным положением, отдавая незаконное распоряжение на совершение террористических актов, убийств, захватов заложников, вымогать из крупных сумм денег с коммерческих структур длинных противоправных действий. Он начал говорить об этом как человек, который был инсайдер. Он знал это изнутри, он видел стремление этих людей к власти, он видел, как эта власть начинает мутировать, потому что их объединение с криминалом, с организованной преступностью было угрожающим. Но в 1998 году этого никто не хотел слышать, потому что была эйфория, было желание жить и стремление в свободной стране. И поэтому то, что Саша каждый раз пытался озвучить, это стало, в итоге стоило ему жизни, а нам это было, это просто, мы оказались в другой стране. И наш ребенок, которому было 6 лет, он вырос в Англии. И я вижу, что для него это является домом. Марина, а что говорил Александр вот в том же 98-м, вот как вы говорите, инсайдер, инфо, что он говорил вам, вот когда вы, не знаю, вы там сидели, пили чай, говорили о работе, и он говорил, вот, есть такой новый человек, да? Как он это вам представлял? Я не могла не верить Саше, потому что, ну, во-первых, это мой муж, и я любила и уважала его за его принципиальные позиции. И главное, я видела, что в работе для него очень было много важных моментов, а главное, если ты начинаешь дело, которое-то необходимо довести до конца, это для него было принципиально. Но с определенного момента он понимал, что он не может делать то, что он реально должен делать, потому что очень серьезные криминальные дела доходили до какого-то уровня, в который были замешаны уже либо его начальники, либо это уже были люди из правительства, и их просто останавливали. И вот эта вот конфликтность его, несогласие с тем, что происходит, в итоге привела его к тому, что он выступил открыто на этой пресс-конференции, но что никогда не было. Но за несколько недель до этой пресс-конференции у него была встреча с Владимиром Путиным, который на тот момент был директором ФСБ, вновь назначенным. То есть прямой начальник? Был прямой начальник, но Путин Владимир Владимирович пришел на этот пост как раз через тот скандал, который произошел в том ведомстве, в котором служил Саша, где они, не только он, а ряд сотрудников отказались выполнять противоправные заказы. То есть там были действительно заказы убивать людей, наносить телесные повреждения. И это все началось как внутреннее расследование. Потом это последовало, что Николай Ковалев, тот директор ФСБ, при котором все это началось, ушел в отставку, и пришел Путин. И когда пришел Путин, то опять же, как мы уже слышали, надеялись, что президент Путин в 2000 году продолжит ту реформацию России и станет реальным демократом, что не случилось. И тогда же, когда он стал директором ФСБ, что он разберется со всеми этими преступлениями внутри системы. И Саше было предложено встрече с ним. И как раз Саша очень к этому относился скептически, но он воспользовался этим. Но то, что он изложил на этой встрече о коррупции, о криминализации, о торговле наркотиками, но там все было ясно, что в это замешано уже ФСБ. И естественно, для Путина Саша стал сразу же врагом. Марина, вы помните, вот, ну знаете, когда в семье что-то меняется, ну то есть, например, новый начальник, да, ну всегда же говорит муж жене или жена мужа, ну у меня новый начальник. Вот, что Александр говорил про своего нового начальника? То есть... Я очень хорошо это помню, потому что, опять, на фоне вот этого внутреннего расследования Сашу и других офицеров вывели за штат. И мы в это время находились на даче, ему не надо было каждый день ходить на работу, но в этот день он уехал в город, и когда он вернулся и сказал, ты знаешь, у нас назначили нового директора. Я говорю, и кто это? Ты знаешь, вообще никто не знает, какой ты из Санкт-Петербурга. У него нету даже опыта работы на земле, потому что, несмотря на критику предыдущего директора ФСБ Николая Ковалева, Саша относился к нему в определенной степени с уважением, потому что тот прошел всю иерархию, то есть, начиная с обычного оперативника, ну то есть, это опять как бы можно понять. то в отношении Путина у него не было никакого паритета, потому что это был человек, назначенный сверху. И как он воспринимал, что назначение очень странное для Саши было, он никак не мог понять. И помню, он еще один момент сказал, что вплоть до того, что водитель его личный тоже из Санкт-Петербурга. То есть, это вот уже первое... Уже странно показалось, да? Да, это уже как раз было вот первое такое указание на то, что человек только доверяет своим. На что Саша сказал, я не понимаю, как можно ездить по Москве с водителем из Санкт-Петербурга, потому что это абсолютно разные движения. Но вот этот вот, вот эта маленькая характеристика о недоверии, она, конечно, вот сразу же прозвучала. Я хотела бы отметить мое личное первое видение Путина, которое произошло как раз сразу же после пресс-конференции. И я могу сказать, что Путин не был публичным человеком, и он никогда до этого, ну, может быть, в каких-то только кадрах в Санкт-Петербурге появлялся, но больше как такой, не настолько публичный. Здесь он давал интервью российскому каналу, как раз, где ему задавали вопросы по поводу этих офицеров, которые вот такие смелые, и вышли на пресс-конференцию и говорили об этих вот вопиющих событиях внутри ФСБ. На что Путин в свойственной ему манере сказал, что какие они вообще герои? Они там просто, можно сказать, шайка уголовников, которые решили покрыть свои делишки за счет вот этого вот публичности. А один так вообще, он просто от элементов бегает. От элементов? От элементов. И для меня как-то это все так показалось. Этот человек готов на все, он будет копаться в грязном белье, он будет говорить такие вещи, когда вопрос-то серьезный, вопрос о серьезных проблемах в твоей организации, в которой ты директор, в которой только пришел. Для меня это тоже сразу стало очень каким-то серьезным знаком, если так можно говорить, о внутреннем мире этого человека. Ну да, потом мы видели очень много его крылатых фраз. Кто нас обидит, тот трех дней не проживет. Не надо, с обидами. Что случилось с субмарейной? Она утонула. Ну вот я говорю, что многие не помнят этих событий, потому что они где-то остались чуть-чуть за кадром по сравнению с тем, когда он пришел к власти в 2000 году. И, конечно, все помнят его самое громкое заявление по отношению к чеченцам, что если мы поймаем террориста, то мы замочим его даже в сортире. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту, значит, вы уж меня, извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим. Это вот, конечно, было первое его такое. Марина, если можно прикоснуться чуть-чуть к вашей личной жизни, а какой был Александр как муж? То есть, вот какие его качества вы выделяли, какие у вас были общие интересы, хобби? Потому что про это как бы не очень много вы говорили. Ну, я могу одно сказать, что мы встретились уже в достаточно зрелом возрасте, и у каждого из нас был опыт предыдущего брака. Я думаю, что всегда во втором браке ты чувствуешь более бережное отношение к друг другу и не совершаешь тех ошибок, может быть, которые были в предыдущем браке. Но даже до того, как я поняла, что Саша возможно будет моим мужем в будущем, я почувствовала удивительную такую как бы сохранность. Я всегда считала себя достаточно самостоятельной уверенной женщиной, но вдруг как бы в его присутствии мне показалось, что это очень важно быть беспомощной, что не нужно показывать, что ты вот все сама можешь, что ты вот можешь это сделать. Потому что я помню, когда Саша должен был поехать в командировку, и вдруг он мне сказал, что вот я, а это был, хочу напомнить, 93-й год, и в Москве мало чего можно было купить. Я помню, что он мне привез, оставил бананы, купил сыр и сказал, что я хочу, чтобы я знал, что у тебя вот есть вот какая-то еда на то время, пока меня не будет. И мне как-то это опять было настолько вот удивительно, что вот есть человек, которому важны даже вот такие нюансы. И вот это вот ощущение безопасности, которое он создавал, несмотря на то, что его работа была очень опасной, и даже то, что он начал делать, и говорить так громко против уже системы, мы не говорили еще о режиме, мы говорим о системе, да, при этом он всегда пытался нас сохранить. И я понимала, что работа его, она ему очень важна. И я его в этом поддерживала, потому что я понимала, я не могу быть эгоисткой, просить только время для себя, потому что я видела, как много человеческих жизней зависели от того, что он делает. Я встречала этих людей. А для него было это важно тоже понимать, что вот его тыл существует, что я не буду его, как говорят женщины, пилить за то, что он не приходит в 6 часов вечера, или там не идет со мной на выходные, куда мы запланировали. Это было непросто, но я понимала это, почему. Но были такие моменты, когда вот все проблемы, работа, система оставалась куда-то, где-то на другом берегу? Конечно, были, потому что Саша очень поддерживал мою такую любовь и отношение к спорту, а Саша сам был очень хороший спортсмен. Он до того, как начал служить, он был кандидатом мастера спорта по современному пятиборью. А это очень серьезный вид спорта. Да, это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что ты должен делать таких... Все, в принципе, это все. Мушкетер. Да. Вот, наверное, он таким и был. Он был мушкетер, потому что фехтование, езда на лошади, стрельба, бег, плавание, это было вот очень красиво. И мы очень любили вместе. Мы даже на одном отдыхе с ним, когда еще были в России, я вдруг решила с ним побежать, и для него это осталось светлым пятном на всю жизнь. Он помнит, как мы бежали по жаре, в гору, вниз. Мы больше этого не делали. Я больше никогда на это не пошла, конечно. Но для него это было... Он всегда это вспоминал. Он всегда говорил, как вообще было мне приятно, что мы это делали вместе. Так который из мушкетеров он был? Из той четверки? Ведь у каждого даже это архетипы. Ну, если мы... Я думаю, что, конечно, больше Д'Артаньян, наверное. Д'Артаньян, да. Который скандалил. Который скандалил. А в семье скандалили? Ну, я думаю, что... Я имела приоритет по скандали больше, чем Саша. Он... Нет, он... Тоже имел, конечно, он мог очень серьезно. У нас даже... Такие даже не скандалы были, а, может быть, принципиальные какие-то споры. Например, когда мы уже жили в Англии, и он стал много писать, и даже есть его сборник статей, изданный уже после его смерти. И, конечно, он писал их ночью, и всегда он хотел первым мне прочитать, что он там написал. А от некоторых я была в шоке. И я просто начинала его сразу критиковать по этому поводу. Но очень главным человеком, который мог высказать свое мнение, это был Владимир Буковский. И он всегда мне мог на это сказать. А вот Буковскому понравилось. Вот и все. И все, да. И все, да. Марина, а если можно тоже спросить про сына вашего, когда Александр был убить, ему было 12 лет. Да. Сейчас он уже взрослый мужчина. Да. Как он смотрит сейчас на все эти происшествия трагические? Когда это все произошло, ему было 12 лет, он, в принципе, очень многие вещи понимал, потому что съездил с нами неоднократно и к Владимиру Буковскому. И я помню, он был, наверное, 7 лет, когда он сказал, ну, я понимаю, что, конечно, там бабушка осталась, что нам пришлось уехать, но если бы мы там остались, то от папы остались бы рожки и ножки. Он так говорил, да? Да, рожки и ножки. То есть вот он уже понимал, что это вот была такая необходимость. В 12 лет он пережил глубокий шок, потому что это очень было все публично, это шло отовсюду. И он пытался себя изолировать от этого. Он, конечно, не хотел не смотреть никакие программы, он не пытался даже где-то дискутировать, но он не мог изолироваться, потому что это все равно его постоянно пропитывало. Что я переживала очень, он не плакал, на что мне сказали психологи, это очень серьезно, потому что он должен из себя это все выдавить через слезы, через ярость, через что. Он пытался, как это говорить, дать мне почувствовать, что он нормально, что с ним все хорошо, что я не должна за него переживать. Я в свою очередь делала то же самое. То есть я пыталась ему каждый раз показать, что мы справимся, что будет все нормально. Его первый вопрос был мне, мама, а у тебя будет депрессия? Я говорю, Толя, а почему? 12 лет он такие вопросы задавал. Я говорю, Толя, а почему ты должен, почему у меня должна быть депрессия? Он говорит, мама, ну то, что с нами случилось, я говорю, то ли, наверное, у меня нет на это права просто вот сейчас вот думать только о том, что вот я испытываю. То есть вот как-то я попыталась ему так объяснить. Но я думаю, что те процессы, которые в нем происходили, они совпали еще вот с этим моментом тинейджера, когда сложный переходный возраст, у него было больше желания рисовать, он рисовал какие-то черные картины, очень делал какие-то страшные пейзажи, то есть вот он себя выражал в этом, но он пытался не говорить, он иногда проговаривал. И очень важный момент наступил, когда мы согласились идти на Энквест, это случилось в 2011 году, и я его спросила, говорю, Толя, потому что период 2008-2010 они были относительно тихими, следствие продолжалось, публичности стало меньше, и я ему сказала, Толя, если мы сейчас подаем на Энквест, вот это рассмотрение дела, будет опять очень много журналистов, много будет интервью, много будет всего, даже еще, что в ходе этих слушаний будут всевозможные подробности, какие-то нюансы, о которых будут теперь знать все, ты согласен на то, что я это буду делать? Толя сказал, да, я получила его согласие, и когда в итоге были публичные слушания, он был со мной, и я думаю, что этот момент для него как раз стал тем выходом всего того, что в нем копилось все эти годы, мы это вместе пережили, я даже видела, ну не то, чтобы его перерождение, а как бы возвращение его к себе, потому что он маленький, он как его все называли солнечным зайчиком, он такой всегда был светлый, улыбчивый, а вот этот период был такой. Марина, вот вы уже сказали про это, вы встречались с Терезой Ме, когда она еще была министром, какое вы впечатление составили себе о, ну сейчас она из самых могущественных женщин в Европе, наверное, номер два или даже номер один? Ну, во-первых, конечно, Тереза Мэй очень опытный политик, и наше с ней заочное противостояние, а я хочу напомнить, так получилось, что мне пришлось на нее подавать в суд, и в английском суде я выиграла иск против нее, и наша встреча в 2016 году, мне, конечно, было очень интересно посмотреть на то, как наша эта встреча состоится, но удивительно то, что она была очень как человечна, и разговор был не сугубо формальный в присутствии людей из ее офиса, в присутствии моих адвокатов, это был достаточно нормальный человеческий диалог, но опять я понимаю, что от политика такого уровня очень тяжело ожидать человеческих каких-то реакций, и все то, что она говорила мне искренне, она тут же воплотит как политик в действии, это надо было понимать, и та нагрузка, которая на нее легла потом в связи с Брекситом, со всеми этими проблемами, я понимаю, что не каждый человек это может выдержать, и конечно, история ее работы в Министерстве внутренних дел и та информированность, я думаю, это все-таки хорошая помощь, потому что у Терезы Мэй не было никаких иллюзий по сравнению с Дэвидом Камероном, мы вспомним, когда Дэвид Камерон стал премьер-министром, он сразу же провозгласил, что они будут строить новые отношения с Россией, перезагрузка и тому подобное. так же, как было с Тони Плэр, и другие. У нее не было таких иллюзий. Ну, наверное, уже время, времена поменялись, чуть-чуть, не было еще Украины, когда... И не только. Я думаю, что не имея никаких проблем с мужским правлением, но у женщины, у них тоже, видимо, какой-то свой подход, как они выстраивают отношения. Марина, в окончании, как складывается жизнь российской диаспоры в Лондоне? То есть, чем они живут? Чем вы живете? Потому что, ну, иногда мы слышим только гламурные истории про очень богатых россиян. А чем живет вот нормальная диаспора? Как вы, когда вы встречаетесь, когда вы говорите, как они смотрят на то, что сейчас делается в России? Бывают ли разногласия по каким-то острым вопросам? Ну, это вы правильно с одной стороны диаспора, но как таковой диаспоры российской нет, потому что это можно разделить как бы группой людей, говорящих на русском языке или приезжих из России, ну, я бы так бы грубо сказала бы на три части. Первая часть, которую вы назвали, это гламурные новости и люди с большими деньгами, и которым, наверное, может быть важно пиариться, рядом с, тереться, рядом с представителями королевской семьи или там с людьми шоу-бизнеса, и они достаточно закрытый образ жизни ведут, начиная от места, где они живут и с кем они общаются. Вторая достаточно большая группа сейчас людей, которые не обязательно оппозиционеры и не обязательно приехали по каким-то политическим убеждениям, они работают, они учатся в Англии, но они мыслящие и они не подвержены пропаганде, они ходят на большое количество мероприятий, которые сейчас в Лондоне можно посетить, начиная от открытого клуба Михаила Ходорковского, где проходит очень много интересных лекций и встреч и на русском, и на английском языке, политический клуб, приезжает очень много артистов, и там всегда можно встретить знакомые лица, малознакомые, и опять же, и люди эти по разным совершенно признакам. И есть такая очень специальная ниша, я бы сказала, она не то, чтобы низкосоциальная, но это очень интересный предмет для изучения, это люди, которые приехали за благом, который предоставляет английское государство, я имею в виду социальную поддержку, бесплатное жилье, которые любят Путина, которые будут выходить в поддержку на какие-то митинги, голосовать за него, и при этом пользоваться тем, что им предоставляет английский. Это очень интересно, потому что, скажем так, в нашей стране очень тоже много иммигрантов в Британию, в Англии живет, они тоже смотрят, скажем так, литовские телевидения, но я не думаю, что они любят наше государство очень сильно, или наши правители, скажем так, они уже строят жизнь там, а вот это они если любят это все, как вы говорите, Путина, и все, но они не думают возвращаться в Россию. Почему? Ну, потому что это очень удобно любить родину. Издалека. Издалека. Мне кажется, этим людям очень важно еще ощущать вот это вот, то, что сейчас произошло в России, вот эту национальную гордость. То есть, когда тебе постоянно внушают только за то, что ты русский, ты должен гордиться. И когда ты живешь в Англии, получаешь социальное пособие и должен все время как бы ограничивать себя, ну, где-то избегать каких-то правил. Но у тебя есть гордость, что ты русский. Россия вперед. Да. Марина, и в конце нашей передачи она называется «Кусочек правды». Мы всегда просим моего гостя сказать свой кусочек правды. То есть, вот прямо в камеру уже не со мной 30-40 секунд на любую тему. Любую тему, то, что просто вы хотели бы сказать. Что у вас, ваш кусочек правды. Я считаю, все то, что произошло в моей жизни, и когда меня спрашивают, как вам удалось это выдержать, я говорю, это история о любви. Я считаю, что это очень важно любить друг друга и очень беречь своих, людей, которых вы любите. И если даже их нет с вами, то берегите их память и продолжайте любить. Спасибо большое. Это была вдова Александра Литвиненко, Марина Литвиненко, передача «Кусочек правды» и я, ее ведущий Андрю Стапинас. До следующих встреч. Марина, спасибо большое за это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова